всем привет продолжаем путешествовать по миру в Италии вот хочу показать собор Санта Мария Делла Салюта собору Венеции на Гранд Канале в районе Дарсадуру построена в честь избавления города от чумы которая была в 1630-1631 годах кстати чума в это время унесла около 100 тысяч жизней что составило более третье население города в то время кстати на 1 января 17 года население Венеции 262 тысячи человек информации в 1631 году архитектор Бальтазар Лангена приступил к строительству с одобрения большого совета и дожа Никола Кантарини это был 97 венецианский дож пятый по счету и знатно венецианского рода Кантарини он был избран в 1630 году но умер через 15 месяцев во время своего правления ему пришлось противостоять итальянской чуме как раз вот в это время которое унесла жизнь треть всего населения Венеция кстати он написал подробную историю Венеции но это так сносочка строительство продолжалось более полувека закончилась в 1681 году и освящен собор был уже после смерти архитектора Бангрена кстати по сохранившим данным для фундамента церкви было использовано более миллиона деревянных баллов из них более 100 тысяч было забито в дно в качестве своей говорят что это было сделано по числу умерших во время чумы на образовавшейся деревянной площадке фундаменте установили базильку из кирпича в форме восьмиугольника покрытую снаружи напылением из мраморной крошки так же как и в церкви ильдерентуры соборе санта мария дэла салюта ежегодно служит мессу знак избавления от чумы 21 ноября день когда католическая церковь отмечает праздник введения в охрану пресвятой богородицы отмечается праздник феста дэла салюта в этот день а дворца дожи до собора создают понтонный мост теперь что самой базилики базилька построена в форме восьмигранника увенчанного куполом полусферы над алтарем был позднее чуть-чуть пристроен второй купол меньшего размера главный купол установлен на барабан с 15 реврами в каждом из которых расположены парные окна обрамленные арками вход собор оформлен в виде трюфальной арки фасад украшен скульптурами архангела михаила который бьется с сатаной а также украшен скульптурами иоанна предтеча и девы марии от центрального фронтона мраморный пол выложен концентрическими кругами за пределами центрального октагона по периметру базилики расположено 6 капелл октагон это восьмиугольное основание напоминающие звезду по внутреннему убранству центральный алтарь базилик украшен мраморными статуями на тему чудесного избавления девы марии города чумы и центре алтаря находится чтимую икона мадонны дела салюта богоматерь целительница привезенная с острова крит конечно же в базилике есть боковые капеллы которые посвящены девы марии и украшены алтарными образами работы тициад апостол марк на троне лука джорджана и пьера либерии да вот в базилике находится картина тентаретта брак в камне которая датируется 1561 годом 2010 году произошел пожар была испорчена залита водой картина птициана давид и голиаф который украшала плафон церкви санта мария дела салюта и еще несколько картин на сказать что применена некоторая хитрость архитектора для того чтобы здесь постоянно был свет купол установлен как бы на подставку снизу конечно этого не видно но в основании купола 15 прямоугольных окон и свет всегда падает на главный алтарь вот такая такая маленькая хитрости архитектора вот такая вот базилика санта мария дело салюта находится она в италии в венеции архитектурный стиль барокко вот собственно говоря и все вот смотрите эту базилику она действительно красиво очень понравилось все всем пока всем привет будете венеции обязательно туда сходите не пожалеете всем пока всем привет до свидания салюта